Русские новости Все эти пространства как будто обевают этот бесплотный дух, но никак не находят себе никакого места, где бы можно было приземлиться Ну действительно, у нас есть масса специалистов по русской литературе, русской живописи, русской философии и разным другим проявлениям русскости А есть ли те, кто продолжает вот эту самую русскость, не изучает ее, как археолог раскапывает какие-то останки древних цивилизаций, а является представителем этой цивилизации Сохранился ли пласт русских писателей, русских художников, русских драматургов, русских деятелей киноискусства, например А есть ли русские философы? Давайте посмотрим вокруг себя, мы хоть кого-нибудь знаем Ну мне случайно удалось как-то увидеть, что русская живопись существует, нет сомнений Я побывал в мастерской одного известного художника, другого менее известного художника Я вижу, что русская живопись существует, но она существует как будто в полуподполье Есть, конечно, более известные люди, которым предоставляется иногда, изредка, раз в несколько лет выставочный комплекс Манеж Они там выставляют, и очень небольшая часть людей туда заходит, что-то там, какие-то впечатления получает Но вот такой всероссийской известности нет, хотя у нас, можно сказать, почти все население имеет высшее образование Но ничего не знает о том, что русская живопись существует Значит, она существует отдельно от того народа, который принято считать русским Он вроде бы говорит по-русски, вроде эти люди являются наследниками русских людей, которые прежде жили, являются их потомками Но являются ли они русскими, если они, скажем, вот эту сторону вообще не знают? Ну хорошо, не знают они этой стороны Какую они сторону русскости знают, понимают и осуществляют в своей жизни? Какую сторону? Знают ли они русскую литературу? Вот, честно говоря, я не знаю, существует ли сегодня русская литература Довольно уже давно, когда я где-то там в конце 90-х опубликовал несколько статей в журнале «Москва» Я почитал этот журнал, и я поразился Замечательные писатели, я читаю и думаю, вот как здорово Можно каждое произведение, которое в этом журнале публиковалось, можно с удовольствием читать Замечательный язык, сюжеты, все прекрасно, прекрасные авторы А сегодня? Есть ли сегодня? Вы видели хоть одного писателя на экране телевизора, когда о нем что-то говорят? Или он что-то такое говорит? Нет, у нас известных писателей, можно сказать, вообще нет Но тот, кто известен, известен, скажем так, весьма сомнительно Я почитал как-то вот одного популярного писателя Вот считается, что он такой вот, чуть ли не даже оппозиционер Такой вот для молодежи пишет Я почитал, ну, в общем, мусорная литература, больше я читать его не буду Есть там якобы существующие какие-то люди, которые пишут очень основательные Толстые журналы еще существуют Правда, кто их читает? Честно скажу, не знаю Я не знаю литературной критики по поводу нынешнего состояния русской литературы А есть ли русские поэты? Я случайно знаком с несколькими людьми, которые пишут стихи Но вот как-то в общую картину все не складывается Русская поэзица существует, а русская философия А есть ли русские философы? У нас работает, вот как часы работает Выпуская философов, философский факультет МГУ Где я некогда работал Но потом, когда я увидел, как там защиты проходят По, можно сказать, наследству от своего научного оппонента Александра Панарина Я получил возможность поработать в ученом совете философского факультета И я пришел в ужас от того, что там происходит Александр Панарин, к сожалению, в тот момент быстро как-то заболел Отошел от дел и очень скоро скончался А я, посмотрев на это безобразие, просто написал заявление о том, что я не могу здесь находиться и ушел То есть идет производство доктора философских наук, кандидата философских наук Это огромное количество людей, специалистов Среди них очень много специалистов по русской философии А русские философы там есть? Вы знаете хоть одного русского философа? Ну да, там вот называют, иногда философом это у нас Александр Зиновьев Что там русского, честно говоря, я почитал И вообще, я считаю, не подлежит чтению для какого-то образованного человека Ну это бесполезное чтиво, абсолютно бесполезное чтиво Поток там всяких очень сомнительных идей, перемешанных, перепутанных Это не философия Конечно, были в советский период тоже были русские философы, которые что-то писали там в стол Но очень мало оказалось, что публиковали Писатели советские были, да, и в значительной степени они были русскими писателями И сохранили вот эту преемственность русского художественного слова Сейчас такое впечатление, что все оборвалось Вот эта художественная линия, которая происходит там от 19 века Когда русская живопись стала, действительно приобрела такое мировое значение Сохранилась до настоящего времени, нет сомнений Но отделена, полностью отрублена, можно сказать, отрезана Причем режут по-живому Просто вот в Москве прошла целая такая волна лишения художников их мастерских Это вот спасибо Лужкову Теперь Собянин особенно яростно уничтожает русское живописное искусство Потому что он просто уничтожает возможность художнику творить Если нет мастерской, где художник будет создавать свои шедевры? Поедет на дачу в сарае, что ли, это будет делать? Ну так это условия не те Потом не все виды живописи пригодны для того, чтобы их писать на пленэре Или в условиях, приближенных к полевым А с русской философией вообще проблема Как-то я вот в этой среде ворюсь Хотел бы увидеть где-то русские философские произведения Ну хоть о чем-нибудь, хоть какая-нибудь Историософия какая-то Или там философия физики Или там что-то такое Ну хоть какие-то материалы, хоть что-нибудь То, что можно было бы назвать философией таких фундаментальных произведений Конечно, в журналах там все это Сейчас вот эта глупость мелкотравчистость, мелкотемье Это повод для того, чтобы он пару статей опубликовал Кандидатские экзамены сдал Раз, и ты уже кандидат философских наук Ходи с этой корочкой всем показывай И можешь быть преподавателем там-сям Или просто работать в другом месте Но зато у тебя кандидатская Ты надуваешься от счастья, что имеешь такие возможности Ну и с докторскими диссертациями то же самое Где фундаментальные работы? Доктор наук должен выпустить, по крайней мере Перед тем, как защитить диссертацию Фундаментальный труд какой-то Где эти труды? Их должно быть тысячи каждый год издаваться Где они все? Где эти фундаментальные труды? И после, ну хотя бы раз в пять лет Доктор наук должен выпустить профессор Который преподает, который в курсе дела Который читает иностранные публикации Современные публикации, текущую публицистику Где эти люди? Где все эти монографии? Где их можно найти? Ну хотя бы там тираж 300 экземпляров Или если не получается публиковать Выложил в сеть Пусть люди читают Есть какая-то продукция Да, сейчас убито тоже сознательно Убивается книжное дело Издательское дело Гонорары никогда Никаким людям, которые Не превращают в таких популистов Вот вроде тех, кто писал всю вот эту Мутатень детективную В 90-е годы, в 2000-е Эти люди не получают гонорары Я тоже выпустил больше 20 книг Гонорары, можно сказать, ничтожные Или их нет вообще Но сейчас их вообще не будет Потому что уже на последнем издыхании Все издательства работают Да и читателей нет Кто будет читать? Я выпускаю какие-то книги Издательство выпускает Сколько человек их читает? Выпускаю тысячу экземпляров Ну спасибо, если тысячу прочтет 3000 Это, наверное, максимум Что вот можно То, что я могу сделать Найти Мои книги могут найти читателя Максимум 3000 человек А у нас 100 миллионов людей Которые в состоянии читать От 100 миллионов 3000 Это вообще песчинка ничтожная А вот эти миллионы Что они читают? Они вообще прекратили читать? Они стали все писателями Они все сидят там где-то в Твиттерах В Фейсбуках, ВКонтакте И пишут вот эти вот бредни Безграмотные Во всех отношениях И в отношении того Что в этих строках нет никакого знания И зачем вы пишете? Зачем вы пишете? Как говорится Не можете не писать? Тогда только стоит писать А вы можете не писать Так не пишите Не пишите Читайте Нет читателей Одни писатели остались Это смерть Это конечно смерть русского духа Потому что он Действительно не находит для себя Никакой почвы Это вот какие-то такие Невнятные ему настроения Которые превращаются В дикие Совершенно Мировоззренческие Выверты Такие Кажется что Находки Человек вроде как Ощутил что он Прикоснулся к истине И вот он приземлился Со своим русским духом Где оказывается Там скажем В нацистской Германии Или приземлился Там где-нибудь В доисторические времена Где ничего нет Где исторически Пустыня Там нет ничего Потому что не осталось Ни источников Ни свидетельств Материальной жизни Вот он приземляется там И строит себе Воздушный замок Нелепый кособокий Но выдает это За какое-то Невероятное Архитектурное произведение То есть русский дух Пока не приобретает Почву Своей собственной Истории и культуры Он становится Духом гибели Духом гибели То есть то что Собирается в мозгах И в душах людей В результате Вот такого Состояния Состояния сознания Состояния интеллекта Состояния души Это путь гибели Это путь гибели Самовыражение В виде написания Там множества Сообщений И комментариев В сети Это путь гибели Гибели Если человек Не читает ничего Если он Не пополняет Свои знания Постоянно В постоянном режиме В любом возрасте Если он Не имеет Духовного опыта А духовный опыт Говорит о том Что он приходит Через страдания В том числе Через переживания Сложных моментов В личной жизни Через сопереживания Бед окружающих И своей собственной стороны Вот только в этом случае Возникает Возникает тот самый Духовный опыт Который позволяет Интуитивно Нащупать Где есть почва Для вот этого Русского духа Где надо приземляться Конечно Не где-нибудь там В этих Отдаленных Исторических временах Не в чуждых культурах И так далее А здесь у нас Здесь есть Масса поводов Для вдохновения И творчества И просто Для полноценной жизни А вдохновение И творчество Это не обязательно Должно приводить К тому что Вы бросаетесь Хватаете кисти И вдруг ощущаете себя Художником Начинаете рисовать Или погружаете Пальцы в клавиши Фортепиано И считаете уже Что вы музыкант Вот кстати Это тоже большой вопрос А сохранилось ли Музыкальное искусство Бессмысленно сейчас Писать романы В стиле Там 19-го Начала 20-го века Закончилась эпоха романов Все Все романы Написаны Все Невозможно написать Что-то Что перебьет Вот эту Культуру Писания романов Которая Воспроизвела На свет Огромное количество Великолепных произведений Поэтому это Бессмыслится Бессмысленно писать Вот эти Колоссальные симфонии Которые писались Тоже все уже выражено В этой форме Уже Эта форма Уже Израсходована Так в чем же Тогда музыкальная культура Сохраняется В каких В каких элементах В каких стилях В каких форматах Ну явно уж Это не Не рэп И не попса Который забито Абсолютно все Русского духа Там нет Но ни на копейку Вообще То есть вы включаете Телевизор И вот можете Посмотреть все Что там есть Музыкальное Это все Абсолютно Антирусское Антирусское Не просто Нерусское Нерусская культура Тоже нас может быть Может привлекать И мы из нее Можем тоже что-то черпать А это антирусское Все что представлено Телевидением Вот эта музыкальная культура Все это Антирусское Так где же русский дух Где он Где он находится Где его почва Где его почва Сейчас вот февраль 2016 года Что мы На что обращаем внимание Где концентрируются Наши мозги 23 февраля Ну наверное Один из праздников Который в мозгах Так ввинчен Как будто вот С особым усилием В голову вворачивали Этот идеологический шуруп 23 февраля День мужчин День защитника отечества Что за день Какие защитники Вы какое отечество защищаете Расскажите самому себе Какое отечество И как вы защищаете Я честно говоря Не чувствую за собой Вот отечество Которое О котором речь идет 23 февраля Это не отечество Это не пойми что 23 февраля Это праздник Красной армии Установленный Якобы в 18 году 23 февраля Началось формирование Красной армии Никаких свидетельств Об этом нет Потому что В этот момент Не существовало Никакой армии Какие-то разрозненные Обломки царской армии Какие-то Отряды рабочих Вокруг Петрограда Там что-то такое Тем более Что сразу после Вот этого 23 февраля Когда не происходило Ничего Сразу после 23 февраля Немцы взяли Псков Никакого Никакой Ненаступательной операции Никакого Выражения Наличия Хоть какого-то События Которое Можно было бы отметить Как праздник Нет 23 февраля Что же вы тогда Что вы отмечаете Вы отмечаете То что отмечали Всегда Вот Пустое место Отмечали Ну хорошо Условный праздник Давайте мы Будем считать Что наугад Откнули пальцем И обозначили 23 февраля Это будет Днем Защитника Отечества Днем Сначала Красной Армии Потом Советской Армии Потом День Защитника Отечества Наугад Откнули Конвенциональное Установление Некоего праздника Надо Как вот Придумывают День Ракетно-космических войск Почему вот Именно эта дата Или какой-то День артиллерии День десантника Причем здесь Вот эта дата И день десанти Какой-нибудь там Первое воскресенье Какого-нибудь месяца Какая связь Да никакой Просто Просто так договорились Вот давайте мы Раз в год Будем там собираться Все десантники Бузить И вот Это будет Нелепость Всех этих вещей Я уже об этом Многократно говорил Вся эта нелепость Она на самом деле Имеет подоплеку Это нам кажется Что все так вот Случайно Ну раз так получилось Ну давайте мы Эту традицию будем продолжать Ну в какой-то мере Надо уважать В том числе и заблуждение Людей Они вот что-то Отмечают Выпивают Радуются Друг друга поздравляют С какой стати Они не знают Ну просто так Привыкли Да Вот наши деды Наши отцы Там то же самое делали И мы тоже вот Делаем Как бы Продолжая то что Ну на самом деле Продолжая Те же самые заблуждения Не случайно 23 февраля Стало праздником Как и 8 марта Не случайно Между ними Вполне определенный промежуток И на этот день Приходится ежегодно На эти два дня Приходится Пурим Еврейский Иудейский праздник Либо на 23 февраля Либо на 8 марта Вы всегда празднуете Каждый год Вы празднуете Пурим Хотя думаете Что празднуете То день защитника отечества То вот День 8 марта Тоже непонятно чего Как в шутку говорят День рождения Клары Цеткин А кто такая Клара Цеткин Да какая разница Главное что это День женщин Всем женщинам цветы Там мимозки Поцелуи А дальше там Забыли вообще Непонятно о чем Нет это вполне Сознательно введенный 23 февраля Может кто не знает Это праздник Который был учрежден Львом Троцким Львом Троцким Вот все сталинисты Вы же все За 23 февраля Артиллеристы Сталин дал приказ И так далее Но вы празднуете Тот праздник Который был Учрежден Троцким И сам Троцкий Является создателем И первым руководителем Красной армии Так вы продолжаете Троцкизм Троцкизм Вы продолжаете Празднуя 23 февраля Ну можно Я не отношусь Так вот негативно К тем Кто празднует 23 февраля Ну не такой уж Это большой праздник И не такой уж Большой ущерб Но мозги-то надо Как-то постепенно Очищать Как-то надо Освобождать Своё сознание Для того Чтобы там Что-то русское Прорастало Или вы тогда Просто цепляетесь За вот эти Нерусские символы Нерусские Смыслы Нерусский дух Для чего Всё это вы делаете То, что с вами Делают Мне понятно С вами делают Такое Чтобы вы Ни в коем случае Не стали русским То есть Чтобы вы Не воспроизводили Русскую культуру Русскую историю Чтобы вы Ничего не делали Как русский человек Да, вы ходите Каждый день На работу И честь вам И хвала Но что в этом Деянии русского Вы просто Выживаете Вы ждёте Зарплаты На эту зарплату Пытаетесь что-то купить Вы просто хотите Лучше жить В чём здесь Русское Вот у нас там Куча всякой Профессуры Вот Да И специалистов По всем вопросам Что вот В их деятельности Ну вроде бы Это пик Интеллектуального Могущества Вот это Интеллектуальное Могущество Во что-то русское Воплощается Вы какой-то элемент Какой-то элемент Русской идеи Источаете Способны Что-то такое сделать Что действительно Продолжает Русскую идею Скажем В разных отраслях Знания Ну профессор Это же человек Который Повседневно Занимается Интеллектуальным Трудом И передаёт Свой опыт Студентам Да Всё время Читает лекции Всё время Занимается Исследовательской Работой Всё время Что-то читает Всё время Что-то пишет Где продукция Спрашиваю я Я к большому сожалению Этой продукции Не вижу И даже когда Я попадаю На какие-то конференции Ну вроде человек Не успел написать Это всё-таки сложно А выступить На конференции Проще Подумал И то Чем занимался В последние годы Превратил В какие-то тезисы Потом устно Высказался Скажем В течение 10 Или 20 Минут Или доклад Большой Сделал Вот пожалуйста Где Вот эти доклады Которые Действительно Выражали Русскую идею А кто выражает Русскую идею Да сугубо и не профессионал Человек Чего-то там Поднахватался Там-сям И быстрее Скорее бежит На трибуну И там что-то Выкладывает Конечно Там Замешивая Всё это На эмоциональности На ошибках На глупостях И так далее Но человек Человек хочет Выразить Что-то Русское Что-то У него там Копошится Внутри В душе Что-то Происходит Он стремится К этому Где вся профессура Где в русском движении Профессура Где люди Которым не терпится Выразить Именно свою Русскую сущность Русскую душу Свою Излить Облачив Ее В какие-то Интеллектуальные формы Мы проводим Конференцию Русскую национальную Конференцию Выходят люди А что в них Русского Что русского В тех Кто гордо называет себя Я профессор Я доктор наук Я кандидат наук Что же здесь русского Мы не видим вас В русском движении Как это там Высоцкий пел Товарищи ученые Доценты с кандидатами Вы в нулях запутались Вы запутались В своей профессиональной деятельности Которая превратилась В ремесленничество Где ваше переживание Русскости Мы этого не замечаем Поэтому празднуем 23 февраля Некому объяснить людям Что 23 февраля Это не русский Антирусский праздник Что надо менять Да может быть День защитника отечества Но только не в этот день Может быть День матери Или день всех женщин Что конечно Очень сомнительно Когда даже девочек В детском саду Начинают с чем-то поздравлять Нелепость полная Но может быть День ребенка День защиты детей День девушек День матерей И так далее Но только не 8 марта Понимаете Но некому объяснять Получается Что я бросаю Вот эти вот Сообщения о том Что это невозможно Это нельзя Для русского человека Но касается Это такой Крошечной группы людей Которые досмотрят Этот ролик Вот до данного момента Если нам что отмечать Да вот В феврале Отмечается Как раз Круглая дата Это 20-й съезд КПСС На котором Хрущев Выспел С разоблачительным докладом В отношении Сталинизма Сталина Потом этот доклад Засекретили Потом слегка Рассекретили Партийным Хозяйственным Комсомольским Деятелям Он был Доложен Устно был Высказан На Западе Был издан Брошюрки Пытались Как диверсионно Подрывную Литературу Всовывать Чтобы советские Люди читали Ужасались Этому Сталинизму И не были Сталинистами Сейчас Для настоящего Времени Это имеет Какое-то Значение Имеет Значение Вполне Прямое Разоблачение Сталинизма Да Хрущев Нехорош Вот он Во всех Отношениях Как человек Нехорош Он необразован Он соучастник Тех же самых Репрессий Которые Он Которые Сталин Организовал И его Самое Ближайшее Окружение Ну и к этому Окружению Принадлежал Хрущев Но он Что-то там Неправдивое Сказал Да Или Мы можем Оправдать Массовые Репрессии Тем что Расстреляли Там два Десятка Предателей Или тех Кто готовил Государственные Заговоры Перевороты И так далее Можно все Оправдать То есть Даже Там Если Демократы Говорят Там О Ста Миллионах Замученных Ну это все Вранье Конечно Там Если даже Не сто Миллионов Если даже Миллион Это В порядке Вещей Миллион Русских Людей Просто Без суда Судом И следствием Абсолютно Неправедным Ну как и сейчас Только Сейчас не расстреливают А просто мучают А тогда Расстреливали Направо Налево По доносу Раз И ни в чем Не повинного человека Какого-нибудь там Ничего не соображающего Рабочего За шкирку Расстреляли Или какого-нибудь Инженера Чью квартиру Хотели захватить Там Соседи написали Донос За шкирку В лагеря И там он умер Кого-то расстреляли А кто-то умер Умерших очень много Поэтому когда говорят Ну расстреляли Немного Расстреляли Ну всего-то там Я не знаю Ну некоторые же говорят Расстреляли Всего 800 тысяч Ну какие пустяки 800 тысяч расстреляли Умерли еще В лагерях Очень много Не могу сказать Сколько Не специалистов В этом вопросе Но то что Огромное количество людей Пострадало Вообще Даже не за Антисоветскую деятельность Которая была бы Вполне Разумной Вполне Направленной На праведное дело Потому что Действительно Такой режим Терпеть невозможно Такой же как и сейчас Разница между Сталинским И путинским Режимом Очень невелика Как кстати Не очень велика Разница между Путинским И гитлеровским Режимом Совпадений Очень много Отдельно Можно на эту тему Поговорить Но сейчас Не будем К этому Обращаться Поэтому Вы когда критикуете Путинизм Сталинистый То вы критикуете Сами себя Потому что То же самое Только в более обостренных В более жестоких В более злобных И зверских формах Существовало И при Сталине Фигура Сталина Не буду обращаться К подробностям Может быть Когда-нибудь Сделаю отдельную Передачу Чтобы вот Глупости Все которые По поводу Сталинизма Говорятся Как-то Расшифровать Как-то Обсудить И снять С одной стороны Идиотские Обвинения И восстановить В статусе Те обвинения Которые Действительно Должны иметь Место И каждый русский Человек Должен прекратить Быть Сталинистым Это вот Для Особенно Старшего поколения Это очень важно Чтобы стать Русским Надо прекратить Быть Сталинистым Недавно Опубликован Был Такой Очень Мой Краткий Анализ Того Что происходит Сейчас Реабилитация Сталина Это уже Произошла В верхах Ну это Для нас Они же Не для себя Действуют А в качестве Пиара Вот В информационном Поле Путинский Режим Уже Сталин Оправдал Многократно Оправдал И я думаю Что тут Вопросов нет Лично Там Отношения Даже бессмысленно Формировать Просто история Используется Для пиара Для того Чтобы дальше А дальше идет Реабилитация Ленина Я уже тоже Об этом говорил Вот я написал Не написал А прокомментировал Эту ситуацию Порталу КМРУ И там Небольшая Статейка И вот Там просто Поток Поток Глупостей Которые Вот связаны Как раз С фигурой Ленина Ленин Это вообще Ну просто Царь и бог Вообще На все времена Самый умный Самый выдающийся Деятель 20 века Ну вот Все глупости Все Все вновь Были высказаны Читателями Этого портала Которым Вот не имется Высказаться В пользу Ленина Которого они сами Скорее всего Не читали Биографических данных Его не знают А то что Скажем я Высказал В очень короткой форме Они даже Не в состоянии Обсудить Потому что Они этого не понимают У них У них в мозгу Нет места Для того чтобы Туда попало Что-то русское Русская оценка Русская оценка Деятельности Большевиков Ленина Сталина Путина Там Хручева Брежнева Нет этих оценок То есть нет места Для здравых оценок Для русского понимания Истории Потому что уже есть Антирусская Вот это антирусская Приводит к Вот этому потоку Комментариев Когда все читатели Превращаются в писатели И каждый Думает Что он выражает Ну некую истину Которая так отстоялась Выверенная И так далее На самом деле Просто повторяет учебники Вворачивали вот эти Идеологические шурупы В голову И вот сейчас Этот мозг Покалеченный мозг Русского человека Выдаёт на гора Всякую чушь собачью О ленинизме О сталинизме И прочее 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 А что стоило бы Что стоило бы отмечать Вот у меня в руках Русские изобретатели И первооткрыватели Из Календаря Замечательного Вот что Что есть у нас На февраль Этого года 3 февраля 1966 года 50 лет назад Автоматическая Межпланетная Станция Луна-9 Впервые в мире Совершила Мягкую посадку На Луну 6 февраля 1861 года 155 лет 155 лет назад В Тирасполе Родился Николай Дмитриевич Зелинский Выдающийся Химик Органик Академик Основоположник Учения Об органическом Катализе Разработал Современные Методы Переработки Нефти Создатель противогаза Принятого на вооружение В Первую мировую войну И он не счел Возможным Патентовать Противогаз Считая Что нельзя Наживаться На человеческих Несчастьях Организовал Институт Органической Химии Зелинского Умер 31 июля 1953 года Среди его учеников 6 академиков 7 член-корреспондентов Академии наук Вот выдающаяся Личность Вы о ней Чего-нибудь Слышали Они что-то Передали В течение Февраля Сего года Вот круглая дата Тоже 7 февраля 1906 года 110 лет назад В селе Троицы Московской губернии В семье русского дворянина Инженера-строителя Родился Олег Константинович Антонов Русский авиаконструктор Создатель самолетов Серии Ан Он создал Первый в мире Широкофюзеляжный Самолет Крупнейший Для того времени Ан-22 Антей Самолет Обладал Небывалой По тем временам Грузоподъемностью 80 тонн Кто-нибудь отметил Эту дату 12 февраля 55 лет назад Стартовала Автоматическая Межпланетная Станция Венера-1 В сторону Венеры Впервые в мире Была выведена На околоземную Орбиту А затем Переведена На траекторию Полета К планете Венера Это был первый Аппарат Для исследования Других планет 60 лет назад Начала работу Передала свою Первую Метеосводку Первая русская Обсерватория В Антарктиде Мирной Главная база Антарктических Экспедиций 14 февраля 170 лет назад Состоялась Первая в мире Операция Под наркозом Выполненная Во втором Военно-сухопутном Госпитале Выдающимся Русским хирургом Пироговым Вы знаете Что-нибудь об этом Кто-нибудь об этом Сказал По телевидению По радио Где? Ничего нету 190 лет назад Русский математик Николай Иванович Лобачевский Представил Сочинение Сжатое изложение Начал геометрии Начало Неевклидовой Геометрии Ну кто-нибудь Об этом знает О выдающемся Нашем Совершенно Великолепном Математике Кто И что-нибудь Отметило Его Выступление Вот 190 лет назад Со своим Основополагающим Докладом Гаусс Король математики Пригласил Лобачевского Иностранным Членным корреспондентом Гетингенского Королевского Научного Общества Геометрия Лобачевского Наряду с Преобразованиями Лоренца Позволило Планкаре Минковскому Создать Теорию Относительности Выход В дальний Космос Не может Быть успешным Без Геометрии Лобачевского И базирующаяся На ней Теория Относительности Планкаре Минковского Он здесь Сознательно Убран Эйнштейн Потому что Он как раз И воспользовался Вот этими Достижениями Планкаре Минковского Далее 20 февраля 30 лет назад Выведена В космос Модульная Орбитальная Станция Мир Базовый блок С шестью Стыковочными Узлами Отработавшая В космосе 15 лет Слава Российской Науке И технике На станции Установлен рекорд По количеству Выполненных Беспримерных Научных Экспериментов Более 23 тысяч Произведено 78 выходов В открытый Космос Общей Продолжительностью 359 часов Над миром Работали 280 организаций 20 министерств Ведомств Головной Разработчик НПО Энергия В течение 10 лет Были пристыкованы Еще 6 модулей Станция была Станция была Непрерывно обитаема С 5 сентября 89 года По 26 августа 99 года Ну когда Путин с Немцовым Ее и утопили Вы об этом Что-нибудь знаете Или будем По-прежнему Праздновать 23 февраля И 8 марта Не зная Ничего О своей истории О своих достижениях О людях Которые Создали основу Русской государственности Русской научно-технической школы Русской живописи Русской литературы И так далее У нас богатейшая история Огромные богатства Принадлежат нам Не только в материальном плане Но и в материальном тоже Есть и интеллектуальное богатство И культурное богатство Но о нем нам не сообщают Поэтому мы должны Сами Вместо того Чтобы праздновать 23 февраля Вместо того Чтобы праздновать Восьмое марта Заниматься вот этим Самопросвещением Коль скоро Государственное телевидение Радио Государственная пропаганда Наоборот Нас отводят Все дальше и дальше От всего русского И превращают нас Вот в этих Бесплодных Дух Дух отдельно летает А наше тело Существует отдельно Мы только продолжаем Своё биологическое существование А дух где-то там витает И нет для него Никакого упокоения Вот эту проблему Конечно необходимо разрешать Каждому русскому человеку Становиться поистине русским Поистине русским И в своей деятельности Ну пусть хоть что-нибудь В вашей жизни Пусть хоть что-нибудь Будет русским Пусть хоть что-нибудь Хотя бы самообразование Хотя бы выяснение Всех обстоятельств Жизни Людей вокруг Хотя бы Какие-то элементы Активности Вот этого русского духа Избавление От всех этих мифов От всех этих глупостей Которые понатыканы Нам в голову В виде идеологических шурупов Социалистических Коммунистических Либеральных Там социал-демократических Социалистических Всё это Идеологический мусор Единственное политическое выражение Русской идеи Русского духа Это русский национализм Никакого другого Никакой другой Идеологии У русского человека Быть не может Только русский национализм Но поистине русский Если русским национализмом Называют то Что делают люди Которые не вполне русские Или Не стали русскими Хотя имеют русских родителей То это будет тоже подделка Поэтому становиться Истинно русскими людьми Понимать Свою историю Понимать все трагедии 20-го века Понимать состояние русской нации сегодня катастрофическое, абсолютно катастрофическое. Мне тут один профессор говорит, да какая там катастрофа, никакой катастрофы. Вы вообще неадекватны, потому что вы не видите, что система будет жить вечно. Да не будет она жить вечно, она умирает на наших глазах вместе с нашим государством и с нашим народом. Демография, экономика, культура, все уничтожает, все уничтожается прямо у нас на глазах. Наш народ, наша культура, наша история, все истребляется, интеллект истребляется тоже, тоже поэтому он становится нечувствительным к той катастрофе, которая творится вокруг. Вот, конечно, это нужно переживать русским духом и воплощать в какой-то деятельности, в какой деятельности. Конечно, самое важное это спасение Отечества, спасение Отечества. Тогда и будет День защитников Отечества, то есть тех, кто защищает Отечество сегодня. Не бренчит медалями и не хвастает своими прежними заслугами, а сегодня защищает Отечество. Понятно, там герой, мы его уважаем за те подвиги, которые совершены раньше, а сегодня он защищает Отечество. Если он сегодня не защищает Отечество, то честь и хвала ему за прошлое, но отойди в сторонку там со своими медалями и так далее. Ты уже достояние истории и мы тебя там в какие-то анналы впишем, но сейчас нам не до этого. Сейчас нам до того, чтобы спасти свою собственную страну от разрушения, которые исходят, вот эти разрушительные импульсы исходят от власти, от того, что называют властью, от группировки, захватившей власть и доказывающей нам с помощью насилия, в том числе идеологического, пропагандистского насилия, что именно они, власть-то и есть. А вот русским здесь не место. У нас создаются в альтернативу какие-то там партии нового типа, какие-то там информационные ассоциации. Это все не русское, это абсолютно не русское, потому что в этом нет понимания того, что есть русские, есть не русские. Когда нам говорят, что в России все русские, ну это же вранье. Спросите у тех, кого вы хотите назвать русскими, у кавказцев или у каких-то малых народов, они что, считают себя русскими? Да нет. И они не считают себя русскими и не являются русскими. А многие из тех, кто считает себя русскими, недорусские или уже выродки какие-то, которые к русскому народу никакого отношения не имеют, но только говорят по-русски и могут показать метрику, где у них там написано родители русские. Мы, конечно, не будем проверять их документы. Мы видим по факту их деятельности, по факту их жизни, что они не русские. Почему в русском движении так мало людей? У нас что, совсем отсутствует русский народ? Куда он девался, куда он подевался, где хотя бы, ну хорошо, люди не приходят в политическое движение, побаиваются. Но почему мы не видим их русскости в их публичных выступлениях, в их какой-то деловой активности? Где проявление русскости у каждого из вас? Я обращаюсь к тем, кто смотрит русские новости. Подумайте о своей жизни. Где русское в вашей жизни? Где русское? Есть просто повседневность, обыденные дела и так далее. Что в них русского? Что русского в вашей жизни? Обдумайте этот вопрос. Я прошу вас, потому что без этого, если вы не станете русскими, если русский дух не поселится в вас, то где же будет история нашего Отечества через несколько десятков лет? Она закончится просто, потому что русских не будет. Русский дух останется тоже достоянием истории. Вот там весь героизм, все подвижничество, все выдающиеся успехи нашей государственности, нашей культуры, нашего народа. Все останется в прошлом. Останутся только люди, говорящие на русском языке. И все. И они очень быстро превратятся в рабов, потому что не они хозяева сейчас, не они хозяева России, не те люди, которые должны себя почувствовать русскими и должны. Вот что будет результатом того, что русский дух снова вернулся к русским людям? Это русское государство. Это русское государство. Русская Россия. Русская Российская империя. Это уже будет новый взлет нашей государственности и русского духа. То есть русский дух больше всего воплощается именно в русской государственности. И она покровительствует над всем. И живописи, и музыки, и литературе, и все эти произведения, которые делают нас неординарным, а историческим народом, который творит историю не только свою собственную, но и всего человечества. Без этого, без государственной поддержки, государственного патронажа русскости ничего не будет. Поэтому сейчас первейшая задача это отнять власть у антирусских сил и вернуть поистине русским людям, которые и будут учреждать и насаждать вот ту материальную основу русского духа, который все еще не находит себе почву. Вот создание этой почвы и есть главное, чем должны заниматься русские люди, если они хотят оставаться русскими. Субтитры создавал DimaTorzok